Здравствуйте! Это программа «Мой цирк». Нашу программу сегодня мы посвятим целиком одному жанру. Жанру джонглирования. Посвятим, потому что у нас есть для этого достойный повод. Совсем недавно в Москве прошел первый в истории российского цирка День джонглера. Ищу свой трюк, свое лицо. Сначала мяч, потом кольцо. Бросаю. Бросаю. Сегодня три, а завтра пять. И семь, и девять. И опять бросаю. Бросаю. Пулава вверх, пулава вниз. Бросать мой жизненный девич. Все выше. И выше. Такой себе я выбрал путь, чтобы бросить вверх хоть что-нибудь. Слышишь? А у нас сегодня день джонглера, день джонглера, это день броска. День джонглера, это праздник, пришедший в голову в направлении Союза цирковых дел. Я это предложил, все с удовольствием поддержали. И сказали, ну вот тебе и быть директором этого праздника. А я, в общем-то, и не возражал. Тем более, что мысль написать песню во имя этого праздника, для этого праздника, она у меня уже была. Разостали везде афишки, во все цирки, во все, так сказать, самодеятели наши узлы, такие активные и так далее. И вдруг посыпают сразу и звонки, а можно мы, а можно мы, а мы говорим всем можно. Ибо у нас открытый манеж, открытый манеж в нашей России, это первый раз. Это значит, каждый может приехать, войти в манеж, поставить музыку и отработать свой номер. Чем он гениальнее, тем лучше. Жонглирование, или как в цирке говорят, жонгляш, жанр, насколько древний, настолько популярный. И, как директор цирка, могу вам сказать, что с точки зрения коммерции достаточно выгодный, потому что не так много артистов задействовано в номерах, и очень немного реквизита, поэтому транспортные проблемы сразу отпадают. Кстати, о реквизите. Реквизит достаточно сложная, если не главная вещь в этом жанре. Я помню, один из старых артистов цирка говорил мне, знаешь, вот я реквизит для номера делаю себе сам, хотя все можно купить. Но когда я делаю кольца, например, я точно знаю, как полетит каждый из них. А реквизит покупной обычно для жонглёра мёртвый. Суть жанра, собственно, за века осталась неизменной. Всё очень просто. Нужно одновременно подбросить как можно больше предметов, ну и, естественно, их потом поймать. Кстати говоря, давным-давно жонглирование имело практический смысл. Древние римни не видели в нём средства, способствующие развитию ловкости в обращении с боевым оружием. А самое первое документальное свидетельство о жонглёрах относится к 1900 году до нашей эры. В одной из египетских гробниц археологи обнаружили рельефные изображения девушек, жонглирующих мечами. В цирке современном, особенно в номерах китайских жонглёров, чётко прослеживается связь с трудом крестьян и ремесленников. Так распространённый на Востоке способ ношения тяжёлой поклажи на голове, китайцы превратили в оригинальное жонглирование фарфоровыми вазами. А вращение тарелками выросло из гончарного ремесла, потому что именно так проверялась правильность центровки изделий. В наше время утилитарный смысл жанра давно утрачен. И сегодня это просто демонстрация ловкости, умения и мастерства. Каким только способом сегодня жонглировать. Подкидывают предметы вверх или бросают мячики вниз. Жонглируют, стоя на скачущей лошади, или передвигаются на моноцикле по канату. Жонглируют подходящими для этой среды предметами, или совершенно невообразимыми, например, тазиками. Жонглируют шутку и всерьёз. Жонглируют руками и ногами, такое тоже бывает. Жонглируют, стоя на автомобиле, на мотоцикле, лёжа вверх ногами и танцуя на коньках. Жонглируют предметами, почти невесомыми, платочками, салфановыми пакетиками, и жонглируют пудовыми геями. Ни один жанр не может похвастаться большим разнообразием, чем этот. Может быть, всё дело в том, что само слово, которое пришло к нам, оно из французского языка, имело гораздо более широкий смысл, чем сегодня. Потому что в средние века жонглёр — это и жонглёр, и фигляр, и мистрель, и шарлатан, и лицедиль. А во французский язык это слово попало из латыни — «жакулари» — «шутить», «лицедействовать». И вот с тех самых пор жонглёры и работают в манеже, пытаясь удивить, развлечь и сделать невозможное возможным. А что касается нашей страны, то у нас расцвет этого жанра пришёлся на советскую эпоху. Именно тогда в манеже блистали такие мастера, как, например, Александр Кис. Кстати говоря, когда были гастроли в Соединённых Штатах, и первый раз в манеже объявили, жонглёры Виолетта и Александр Кис заза смеялся, потому что Кис по-английски значит «поцелуй». Но это шутка. А на самом деле это были великие мастера. И если можно было бы присваивать жонглёрам звание грасмейстера, то именно грасмейстером можно было бы назвать Александр Кис. А Николай Ольховиков, жонглёр на лошади, полностью пересмотрел традиции своего жанра. Он жонглировал булавами, кольцами, ножами. Но, исполняя эти трюки, он первым среди жонглёров стал работать лицом к зрителю, а не к центру манежа. Блистаетный жонглёр Эдуард Аберт вообще работал так, что зрители буквально не успевали следить за мелькающими в воздухе булавами. Казалось, что они сами взлетают, переворачиваются в воздухе и снова приходят в руки артиста. КОНЕЦ Евгений Белявар, цирковая легенда, единственный российский артист, который Международной ассоциации жонглёров был удостоен специального приза за исторические достижения в этом жанре. И сегодня, на дне жонглёра, он проводил свой мастер-класс. Слава Богу, что такой день появился, и я думаю, что он будет продолжаться, поскольку ежегодно, поскольку существует такая всемирная ассоциация жонглёров, штаб которой находится в Соединённых Штатах Америки. И он существует с 47-го года. И ежегодно они проводят такие фестивали, как вот сегодняшний день жонглёра, только гораздо более масштабнее и более продолжительнее. У меня такое создалось впечатление, что американцы, они вообще помешаны на жонглировании. Они любят этот жанр. И вот когда вы входите в спортзал, не спортзал, а спортивный дворец, ледовый, и представьте себе, сверху смотрите, и он весь заполнен жонглирующими, весь буквально. Причём жонглируются старики и дети, не говоря уже о молодёжи и среднего возраста. Они всё брали у нас, у нас, у артистов того, советского ещё, наверное, поколения. Поэтому вот этот день жонглёра я приветствовал ещё и потому, что он даст толчок. И думаю, что этот жанр будет развиваться, развиваться, развиваться. И я хотел бы дожить до этого, я ещё, думаю, полон сил в этом отношении, и хотел бы увидеть действительно, чтобы мы опять возродили вот на ту стезю, на которой было жонглирование, когда мы задавали всему миру класс жонглирования. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мы показали вам работу корифеев жанра. А теперь посмотрите на молодых, на тех, о ком уже сегодня говорят, что они мастера, и на тех, у которых все награды и слава ещё впереди. Я жонглирую с 10 лет. Моё мнение, что самый трудный мячик, который мне пришлось жонглировать, это пятёрка. Сейчас я учусь семёрку. Хочу научиться девятку, но не знаю, получится ли у меня. Надеюсь, что получится, когда я стану взрослым артистом-профессионалом. А пока я только учусь. Юра Серебренников. Ему 14 лет. Жонглированием он занимается всего 3 года. Но, если судьба не ведёт его из цирка, он, надеюсь, станет настоящим артистом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас сегодня День жонглёра. Это наш с ребятами профессиональный праздник. Наверное, да, мы теперь, наверное, каждый год будем отмечать. Может, будем собираться, может быть, нет. Это как? Жизнь, это вот практически самое любимое дело, которое мы можем жонглировать по всему дню, часами, по шесть, по семь часов. И как бы, ну, для каждого человека есть какая-то профессия. Для нас это настоящая профессия. Школа, университеты, всё что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самая главная, конечно, задача, чтобы наш жанр приносил радость, удовольствие людям. Вот мы к этому стремимся, когда выходим в Манеж. Помимо того, чтобы показать какие-то свои достижения в жонглировании, наша главная задача, чтобы это было легко, весело и непринуждённо. В жонглировании самое главное — это терпение. Самое главное, чтобы чего-то достичь, это терпение, потому что всё время постоянные репетиции, долго, по несколько часов в день, каждый день, с одним выходным. Конечно, тяжело. Чтобы чего-то достичь, тяжело. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, внимание! 11 колец! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы это видели на дне жанглёра! 11 колец! Николай Диасов! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И в заключении хотел вам показать номер из новой программы Николая Челнокова. Программа называется «Шагала-скрипка». Это номер сегодняшнего, а может быть и завтрашнего дня. Это тот самый случай, когда публике не важно, сколько предметов выбрасывает жанглёр. Важно, как он это делает. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!